Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. И мы держим руку на Олимпийском пульсе. Мемориал Лукачева стартовал в акватории Волги. Тольяттинские гандаболистки, олимпийские чемпионки. Финишировала летняя Олимпиада в Бразилии. Сборная России заняла 4-е общекомандное место. На ее счету 56 медалей. 19 золотых и бронзовых, 18 серебряных. У Китая 70, у Великобритании 67 наград. Игры в Рио выиграла сборная США. 46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых медалей. Всего в копилке 121 награда. В предпоследний день Олимпиады порадовали болельщиков итальяттинские спортсменки Ольга Акопяна, Ирина Близнова, Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина. В составе сборной России по гандболу они стали олимпийскими чемпионками, в финале победив Францию со счетом 22-19. В это же время в акватории Волги проходила регата памяти Виктора Лукачева, бывшего ректора СГАУ. За два дня спортсмены поднимали паруса, чтобы выявить лучшего капитана и самую быструю яхту. Однако показать, на что способны яхты, не получилось. На реке хозяйничал злейший враг парусников полный штиль. Ожидая хотя бы мелкого бриза, яхтсмена вспоминали Лукачева. В 1972 году Виктор Павлович, ректор Куйбышевского авиационного института, создал яхт-клуб «Айс» на острове Проран. Сам ученый в регатах не участвовал, зато под его парусом ходили взрослые и дети. Наши ребята стали выигрывать все соревнования практически студенческого общества «Буревестник», вплоть до чемпионатов России и даже чемпионатов Союза. Неоднократная чемпионка Союза была такая у нас, Мария Тарасова. На первом этапе мемориала Лукачева гоняются крейсерские яхты, капитаны и опытные мастера спорта. Осенью показать себя на этих соревнованиях смогут капитаны швертботов. Это небольшие яхты без кают с поднимающимся из воды килем. За румпелем начинающие яхтсмены, студенты и школьники. Правила регаты те же, что и для крейсерских яхт. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.